Здравствуйте! Сегодня будем делать печатную графику в технике «Сухая игла». Для работы нам понадобится краска, лупы для мелкой работы, сухая игла, медная досочка, зубной порошок, бумага, уголь, карандаш, клей, кюветка с печатной бумагой специальной для печатной графики. И, соответственно, ацетон и тряпочка. Заготовленные картоновые маленькие шпатели для нанесения краски. Тряпочка для вытирания рук. И, соответственно, вода нам тоже будет нужна, обязательно. И самое главное, что в этом деле печатные графики в технике «Сухой иглы», потому что это глубокая печать, нужен афортный станок. Без него не получится сделать печать. Начнем с того, что нам понадобится медная досочка при печатной графике в технике «Сухой иглы». Мы должны ее сначала обработать, подготовить, отшлифовать ее, снять аккуратненькие фасочки под углом 45 градусов, чтобы при печатании на станке не прорвало бумагу. Мы делаем, зачищаем, прямо зачищаем, чтобы она долго-долго чищем, шлифуем, чтобы она была... Это долгий, продаемкий процесс, для того, чтобы она у нас была вся гладкая и ровная. Дальше, когда мы подготовили досочку, мы делаем эскиз рисунка. То, что будет у нас переводиться потом на эту досочку. Мы ее подготовили, этот эскиз. Сделали, нарисовали. Для того, чтобы перевести этот эскиз, мы берем бумажку, берем уголь и с обратной стороны мы покрываем, закрываем все это углем. Когда мы нанесли уголь с обратной стороны для перевода, теперь мы берем нашу подготовленную заранее досочку для перевода рисунка на доску. И рисунок переводим на досочку по нашему рисунку. Повторяем движение всех штрихов, которые мы сделали на чертеже, на эскизике нашем. Все должно туда перевестись аккуратненько. Когда мы рисунок перевели, мы теперь можем брать сухую иглу или шабер и по нашим штрихам, по нашему рисунку выбирать то, что нам нужно. В разных направлениях соблюдая то, что было сделано на эскизе. И вот мы потихонечку уже выбрали, процарапали, можно сказать так, на медной досочке то, что у нас будет потом видно в печати. Вот мы закончили. Теперь для того, чтобы краска лучше ложилась, мы должны нашу с вами досочку обработать. Для этого мы используем ацетон или растворитель. Чтобы она была удалена от жирных поверхностей, чтобы краска лучше забивалась в наши глубокие пазы. Чтобы при печатании потом было все хорошо видно. Вот мы подготовили нашу досочку. Берем теперь красочку. Подготавливаем заранее специальные картоночные шпатели для нанесения краски. Красочку нужно предварительно размешать, потому что она в баночке застоялась немножко. И теперь постепенно будем переходить к работе. Вот красочку мы с вами размешали. Теперь мы должны подготовить бумагу. Для того, чтобы печатать, нам необходимо взять филеточку, наполнить ее водой и промокнуть бумажечку. Это делается для того, чтобы волокна немножко размякли. И краска лучше к бумаге приставала. Вот она намокла. Теперь выкладываем, чтобы она высыхала. Мы возьмем два листа. Подготовим заранее. Вот теперь мы будем уже набивать нашу доску краской. Это делается потихонечку. Аккуратненько вбивается. Не обязательно набивать всю доску, потому что у нас должна краска попасть в глубину. Вот мы набили с вами и лишнюю сняли. Теперь для того, чтобы лишнюю краску снять, снимается вот эта ладошка этим местом. Аккуратно краска вытирается. Снимается красочка. Лишнее убирается. Это довольно-таки трудоемкий процесс. Вот ее вот мы снимаем до конца. Чтобы она лучше снималась, немножечко, чуть-чуть присыпем зубным порошком. И краска сразу, видите, вот начинает сниматься лучше. Еще чуть-чуть присыпаю я, чтобы красочка снималась лучше. Вот она снялась. Осталась краска в глубине. Вот доска почти готова для печати. Теперь мы переходим к станку и максимально заворачиваем давление. Нам еще понадобится, для того, чтобы печать была хорошая, обязательно фетровая подкладка, чтобы не продавить бумагу и не испортить. Мы сейчас это все подготавливаем. Для того, чтобы печать была, как уже говорилось ранее, хорошая, надо бумагу мы намочили, и теперь немножко, чтобы она не совсем влажная была, чтобы она подсохла. То есть нужно лишнюю влагу теперь с нее убрать. Поскольку у нас нет промокательной бумаги, мы это сделать не можем. Обычно это кладется меж ряде листов промокательной бумаги. И выжимается вода лишняя. Вот мы сейчас увидим, здесь она уже все меньше и меньше остается. Вот уже готова. Теперь можно переходить к печати. Мы берем нашу досочку, кладем ее на станок. Положили доску на станок. Берем теперь бумагу, которая уже подготовлена. Накрываем. Закрываем сверху фетром. И медленно прокатываем без остановок. Пока не пройдет вся доска, не останавливаемся. Вот мы услышали, что она прошла. Теперь мы будем видеть, что у нас получилось с нашей работой. Это первый оттиск. Мы видим, что краска подсохла, потому что это аквалиноль, а не типографская. Сейчас будем вбивать типографской краской и делать второй оттиск. Наносим краску. Лишнюю красочку мы снимаем. Можно немножечко пройтись. Чуть-чуть салфеточкой. Лишнее, чтобы снять. Аккуратненько. Переходим к печати на станке. И прокатываем медленно, без остановочки. Медленно-медленно прокатывается. Поднимаем. И смотрим, что у нас тут получилось. Не очень четко. Значит, будем еще прокатывать. Надо еще прокатывать. Третий раз набиваем краской и снимаем, чтобы еще раз посмотреть, что получается. Где-то подправили штрешочек. Лишнее снимаем краску. Кладем доску на талер. Сверху укрываем ее бумагой. Закрываем фетром и прокатываем. Смотрим, что получилось. Получился вытиск. Для того, чтобы бумага была наша работа ровная, мы должны ее натянуть. При высыхании она тянется. Клей ПВА. Мы намазываем краешки. И приклеиваем на планшет. Ждем, когда бумага высохнет. После этого нужно оформлять ее под стекло, в спарту, под рамочку. И работа готова. Этот мастер-класс для вас провел студентов Василий, старший преподаватель кафедры рисунка и графика Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова